Вопрос ядерной безопасности всегда был в приоритете нашего государства, как и мирное использование атома. И сейчас еще об одном нашем шаге в сторону использования энергии будущего. В Национальном ядерном центре, где находится первый в мире специализированный ТОКОМАК, в этом году планируют увеличить проектные параметры испытаний. ТОКОМАК — это установка, которая позволяет управлять термоядерным синтезом и в итоге получать большое количество энергии. И вот уже больше 60 лет ученые всего мира ищут ответ на вопрос, как удержать эту энергию и использовать ее. Работают над этим и в Казахстане. Сегодня наша страна ассоциированный участник международного проекта АйТЭ, Всемирного ядерного реактора. Наш корреспондент Тимур Казагулов о том, в каких условиях отечественные ядерщики проводят эксперименты для демонстрации возможностей коммерческого использования термоядерной энергии. Еще полвека назад в этих стенах производили устройства для взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне. Сегодня уже в этом здании отечественные ученые также работают с ядерной энергией. Только вот атом уже мирный и служит он на благо. Подо мной казахстанский ТОКОМАК — первая в мире специализированная установка по управляемому термоядерному синтезу. Именно здесь казахстанские ядерщики и пытаются избавить мир от энергетической зависимости и заодно сделать его более безопасным и экологичным. Фактически ученые пытаются зажечь на земле искусственное солнце. И это не прихоть, а необходимость. Существующие ресурсы конечны. Это касается гидроэлектростанций, угольных ТЭЦ, загрязняющих к тому же атмосферу, и АЭС, отходы которой тоже нужно где-то хранить. Термоядерный синтез — наилучший выход, говорит заместитель главного инженера Национального ядерного центра Денис Зарва. Наш ТОКОМАК, как и все другие, в мире еще далек от того, чтобы вырабатывать энергию и давать ее в сеть. Он только потребляет. Ученые испытывают материалы, которые позволят удерживать плазму. С вводом в эксплуатацию казахстанского материалического ТОКОМАКа Республика Казахстан вошла в десятку стран, обладающими передовыми научно-исследовательскими установками подобного масштаба, занимающимися исследованием продвижения технологий, управляемого термоядерного синтеза. В дальнейшем планируется первая установка, которая даст уже электроэнергию в сеть. Планируется, что она будет называться ДЭМ. Соответственно, когда эти технологии будут тиражироваться по всему миру, мы будем иметь уже из первых рук доступ к этим технологиям. И вполне возможно, что в обозримом будущем на территории Казахстана появится первая термоядерная станция, работающая на технологии установки ТОКОМАКа. Если на тех же ТЭЦ и АЭС для появления электричества счет идет на килограммы и тонны, то в ТОКОМАКе основным топливом служат граммы изотопов водорода. На выходе же огромное количество чистой и дешевой энергии. Ее хватит, чтобы обеспечить электричеством, к примеру, крупный мегаполис и еще несколько предприятий. Принципиальная экологическая частота топлива на самом деле в камере будущего термоядерного реактора будет находиться считанной граммой в случае какой-либо внештатной ситуации. То есть эта реакция затухает самостоятельно, невозможен неконтролируемый разгон реактора. То есть никаких последствий за пределами площадки термоядерного реактора в будущем случае аварии не случится. К экспериментам здесь готовятся неделями, а то и месяцами. Сам же опыт проходит мимолетно. Плазменный разряд длится меньше секунды. В этот момент плазма внутри токомака разогревается до сотни миллионов градусов. Это в десятки раз больше, чем на звездах. На всю эту работу примерно уходит 3-4 недели. Чтобы подготовить вакуумную камеру к пускам, к экспериментам. Потом уже все данные оттуда берется с камеры. И потом мы видим, сколько там тока, сколько секунд было. И все. Это длится максимум 500 миллисекунд. Уже в этом году ученые ядерного центра намерены выйти на новый временной рубеж. И увеличить длительность плазморазряда до 1 секунды. Всего же к 2025 году казахстанский токомак должен выйти на предельные параметры в 5 секунд и 700 киломампер плазменного тока. Тимур Казаголов, Нурлан Малгельдинов, Тулат Интибеков. Итоги дня. Семей.